Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного писания. Сегодня мы будем рассматривать вопрос о том, разрешает ли Библия кровосмешение. Мы уже касались этой темы, когда рассуждали о том, откуда Каин и Сив, Авель могли брать своих жен. Но одно дело необходимость, вызванная сложными обстоятельствами, а другое дело, когда род человеческий распространился, имели ли право люди вступать в подобные отношения с близкими родственниками. И мы читаем книгу Бытия, 19 глава, с 30 стиха и ниже. «И вышел Лот из Сегора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». То есть после того, как семейство Лота убежало из Содома, как им показалось, из Содома убежать трудно, почти нельзя. Содом поселился в их сердцах. Они убежали сначала в Сегор, потом увидели, что там такие же нравы, и решили, что скоро Бог уничтожит эти города, Сегор и его окрестности. И они просто убежали в горы и жили в пещере. Лот и его две дочери. «И сказала старшая и младший, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». Почему они принимают такое решение? Они говорят, нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Они приняли такое решение, что якобы Господь уничтожил весь оставшийся мир. И Авраам, и Сара, и другие племена, народы, все было уничтожено. Такое было их решение, точнее представление. И они теперь хотят как бы начать историю человечества заново. И дочери Лота принимают решение. «Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшую, «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином, и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». То есть племя рода человеческого. «И напоили отца своего вином, и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав». Маав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне. Итак, мы видим здесь акт кровосмешения, который был бы невозможен, если бы не замешано все это было бы на пьянстве. И в Священном Писании говорится об опасности попоек. Мы открываем книгу «Притч», глава 23, с 29 по 35 стих. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Представьте себе, спящий наверху мачты. Скорее всего, он упадет. «И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». То есть, как день сурка. То есть, все повторяется. Так и живут пьющие люди. Итак, в вине блуд. И есть Божья заповедь, книга Левит, 18.6. «Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я – Господь». И также в книге Левит, 20 глава, 17 стих, сказано, «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понес он». То есть, есть запрет вступать в отношения не только с собственными дочерьми, вообще с любыми родственниками, которые имеют отношение к нашему роду. Назначение брака заключается не только в чадородии. Другое назначение брака, не менее высокое, это принимать другую племенную инаковость и вводить этих людей в свое племя. А если племя замыкается сексуально само на себя, наступает процесс вырождения. Среди таких людей очень много психически больных и эмоционально неустойчивых людей. Врождение и деградация. И напротив, когда мы поступаем в соответствии с законом Божьим, то подобного произойти не может. наоборот, нормальные отношения они порождают и нормальных детей. Итак, никакого одобрения поведению Лота в писании нет. И нет никакого оправдания. Оправдание есть для Каина, для Асифа, потому что тогда род человеческий не настолько распространился, чтобы можно было вводить в свою семью другую племенную инаковость. А здесь это было явное преступление, ибо убежать из Содома практически невозможно. И Содом поселился в сердцах дочерей Лота, и это в конце концов привело к падению самого Лота. В Новом Завете Лот называется праведным, но при всем при этом он был несовершенно праведным. Его падение тому является подтверждением. Итак, сегодня мы разобрали еще одно трудное место Священного Писания. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы коснемся другой темы. Берегите себя. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем портале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!